В сегодняшнем выпуске новостей мы с вами обязательно поговорим о уже поднятом и интересном вопросе речь пойдет снова о мебели. Рассмотрим наиболее актуальные статьи от исследователей реального прошлого и конечно узнаем что нового в исследовательском пространстве ютюба. Скрытый подземный мир плато Гиза наконец-то раскрыт на странице мистерия лайф существует древняя герметическая поговорка как верху так и внизу было нелегко получить разрешение на исследование под плато Гиза первоначально они правительство отказались от нашей просьбы но в итоге уступили в Египте все вещи договорные наши старания открыли путь для других желающих получить доступ но за огромную цену обширная статья в двух частях обязательно ознакомьтесь с ее содержанием Европейцы впервые попавшие на Канары в 14 веке ожидали встретить здесь чернокожие населения поскольку острова находились всего в 115 километрах от западного побережья Африки но к своему удивлению конкистадоры обнаружили что живут тут белые люди с голубыми или серыми глазами светлыми рыжими или каштановыми волосами полностью изолированные от остального мира статье голубоглазые блондины из Африки гуанчи они строили пирамиды разговаривали без звука и общались с истом на 15 километров на странице ока раз мы с вами исследуем реальное прошлое значит мы учимся на странице правое полушарие интроверта статья называем части зданий правильно статье представлен небольшой словарик который поможет в ситуации когда мы обычно говорим смотри какая красивая штука называть детали правильно а для большей наглядности в качестве примера приводятся здания из Санкт-Петербурга это ядра или что-то иное статье Владислава Петрова под названием врали про отсталую Русь к статье прилагается видеоматериал по просьбам в комментариях мы продолжаем тему мебели рассмотрев изделия от великого мастера предметов интерьера рентгена мы пришли к выводу что производство высоко художественной мебели стояла на потоке мы конечно можем рассматривать каждого из наиболее известных мастеров франции италии других европейских стран также можно углубиться в тему русской мебели тех времен зарождение которое по мнению официалов берет начало в российской империи во времена екатерины великой однако опять же по официальной версии мебельное дело обязана своим рождением другому менее знаменитому государю павлу первому который был у власти недолго всего пять лет в конце 18 века он запретил увозить страну популярную тогда французскую мебель и тем дал толчок развитию этого ремесла в россии что интересно первые русские мебельные шедевры создавали архитекторы талантливые архитекторы андрей никифорович воронихин и карл иванович росси так между делом они создали лучшие новаторские образцы мебели того времени более того задали направление развитию российского мебельного дела на десятилетия вперед наиболее яркими мебельными центрами этого времени официально считаются подмосковная абрамцева и талашкина смоленской губернии чуть менее известен в этом качестве сергиев посад художественные центры абрамцева талашкина и сергиевом посаде были созданы лучшими живописцами и архитекторами того времени которые воплощали в жизнь свои представления об идеальной мебели они изучали традиции русского искусства и творчески переосмысляя их превращали в элементы изысканного декора стиль модерн однако нас с вами в большей степени интересуют несколько иные вопросы часто звучат такие понятия как мастерские артели производства значит речь идет о массовом выпуске мебельной продукции разный от стильной и дорогой до более простой и дешевой значит следует начать рассматривать как и чем изготавливали в те времена мебельные изделия и начнем мы с вами с лесной опушки спил и заготовка леса распиловка и сушка сортировка и прочие подготовительные действия доставка доски к месту производства мебели конечно все представленное кроме спила леса могло происходить в мастерской или в артели причем используя довольно примитивные инструменты а вот дальше вопросов становится все больше циркулярные пилы фуговальные станки и рейсмусы макетно привезные станки в конце концов промышленные лобзики ленточные или на эксцентриках и как следствие сам режущий инструмент во всех его столярных проявлениях пилы фрезы ножи и прочее следующим вопросом встает привод что крутило вышеперечисленные станки электродвигатели или пневмоприводы может паровые ну и последним гвоздем в крышку официалов самый главный на мой взгляд вопрос производство тех самых вышеперечисленных станков которые должны были производить еще и фурнитуру в ассортименте мебельные историки четко заявляют первая мебель на руси если не считать тяжелых лавок на которых и ели и пили и спали а также кованых сундуков на которых тоже кстати спали появились при петре первом мебель тогда была редкой и дорогой как правило заморской а так ли это давайте пробовать вместе искать ответы на эти вопросы но по делу и конструктивно предлагаю вернуться к промышленной энциклопедии шести томах изданной в 1867 году в англии и так токарный станок лобзик с эксцентриком рейсмус еще один циркулярно макетный станок по простому макетка ну и так далее но вопрос остается на каком приводе а что вы думаете делитесь своими гипотезами и предложениями начнем обзор youtube пространство с двух фильмов исследований от олега павлюченко большая и очень серьезная экспедиция клуба айс пик в турцию в начале ноября первый фильм это картина пиранези наяву турция седе своими глазами 2 вот почему стены кремля допотопные римские акведуки и ищем античные руины под нашими городами смотрим подписываемся комментируем участвуем дискуссиях на канале айс пик что здесь скрывали очередная загадка смешавшая все ранние гипотезы догадки версии кто оштукатурил горы и не я как думаете вы что это такое какое-то масло масляное или что первично курица или яйцо новая реальность авторский канал валерий свидетельство субтропического климата в сибири в 18 веке крокодилы в средней полосе россии допустим что так и было и что валерий говорит не только о другом климате но и о том что цивилизация была другой называла все иначе события совсем были не те что сейчас называются официальной историей не было никаких тысяч лет убогой древности и религиозной серости что вызвало такие катастрофические события изменившие глобальный климат на планете какой-то вулкан в южном полушарии так там климат так и не изменился а вот северная накрыла со страшной силой вот так восстанавливая картину прошлого по кусочкам мы однажды вы хлебаем чайной ложкой море море лжи в данном случае цельнозор автор канала делится с подписчиками впечатлениями пребывания в непале малословно но впечатляет еще рекомендую обязательно посмотреть предыдущую публикацию на канале цельнозор забытая гармония кристалла фрактальность в нашем прошлом глубокое и детальное исследование которое заставляет задуматься о технологиях применявшись в не столь отдаленном времени канал неофициальная история фильм ядерная металлургия девятнадцатого века собуровская крепость автор делится своей версией на часто задаваемые вопросы если была промышленность то где артефакты прошлого где заводы техника станки вообще любое оборудование вы хотите получить аргументированные ответы тогда вам стоит посмотреть расследование на канале неофициальная история как обычно в этом месте новые лица благодарю подписчиков поделившихся новым каналом и так знакомьтесь лабиринты истории привет всем кто смотрит этот канал сегодня я хочу немного отвлечься от скандинавской темы и вернуться к итальянскому исследователю и историку плавио барберо о котором я уже рассказывал своих прошлых роликах и его книги тайное общество моисея я сегодня попробую зачитать вам вкратце основные моменты этой книги а полный перевод выложу концу года у себя на канале а теперь кратко кем и что опубликовано на прошедшей неделе канал только в плюс фильм охота на древний красный кирпич замки близнецы пули снегопада целится в неисследованную тиммиусу мелкие рабы и огромные господа керченский лапидарий 12 часть от яра лика тайна голубой крови биороботы среди нас исследования от виктора максименкова стрим от евгения макарова сверх гиганты столовые горы и сакральная геометрия виктор романов потоп или культурный слой здание занесенные грунта тары бары о тартарах от запорожья до кемерово альтернативные миры с андреем сажина канал архитектура прошлого руины краевского замка замки белоруссии елена гусакова топсида продолжает дожимать пиранези фильмом что не так с пирамидой цестия лай и тайный пирамид спуск спутницу ломаной пирамиды снофру как стирали память целого народа мы узнаем на канале другая история москва гиганты кремля от светланы канал с в студии эль мукон представляет ванная королевы мум тадж махал народная славянская радио сказитель иван бояринцев знание из прошлого техника воспитания мечты и хотелось бы напомнить что юрий степанович рыбников на связи загляните в гости уважьте мастер подписчикам канала айспик напоминаю оперативная информация вне ютюба группа ввк айспик экспедиционный клуб участвуйте в исследованиях делитесь наработками выкладывайте свои материалы открыта группа вконтакте айспик экспедиционный клуб на стене размещаются материалы о прошедших экспедициях видео не входящие в обойму youtube канала айспик приглашаем в экспедиционный клуб участвуйте в диалогах предлагайте маршруты будьте в курсе о готовящихся экспедициях клуб айспик новое о забытом здравое о грядущем благодарю всех кто смотрит новости канала айспик делитесь комментариями участвуйте дискуссиях подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте лайки вода